Вчера вечером, когда собирался в деревню, на улице было плюс три, шел снег, просто какой-то кошмар. А сегодня смотрите, какая погода. Хоть и дует легкий ветерок, но светит солнышко, даже необычно для конца октября. Спасибо за это осенью, что радует и дает возможность поработать. И вам спасибо, друзья, за то, что поставили лайк и написали комментарии под моим прошлым видео. Надеюсь, вам нравится серия. Если да, то буду ее продолжать. Ну, а если она вам нравится, обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые выпуски. А сейчас пойдемте посмотрим, что же я там намастерил в прошлые выходные. Мои главные инструменты сегодня по-прежнему будут молоток и лаградеры щит, потому что я продолжу демонтировать все то, что нужно демонтировать. Но главная тема моего видео, ребята, не в этом. Я вас смогу познакомить с конструкцией своей печки. Поверьте, эта конструкция уникальная, три в одном. Я ее делал собственными руками вместе со своим приятелем. Мы ее варили, ну, месяца два, наверное. И здесь есть очень много интересных конструктивных решений, про которые я вам чуть позже расскажу. Дождитесь, ребята, уверен, вам будет интересно. Ну, а пока давайте посмотрим, насколько оправдается мое желание упростить вот эту конструкцию, упростить себе работу. Потому что есть у меня такая черта, друзья. А там, где можно не усложнять, не усложнять. Чаще всего она меня выручает, но иногда бывают и подвохи. Да, ребята, сегодня как раз такой подвох и случился. Видите, до конца не пролило. Ну, как минимум мне придется здесь подмазывать, подштукатуривать. За счет того, что у меня тут три арматуры используются, три сетки. Я уверен, что у меня этот фундамент не развалится. Но так как, ну, то, как он выглядит, мне, конечно, не очень нравится. Если среди моих зрителей есть опытные бетончики, друзья, прошу вас откликнуться и подсказать, как можно вот это вот все устранить. Ну, кроме того, что просто заляпать цементом. Либо не разбирать опалубку точно, собрать ее и вот так вот еще здесь просто залить жидким раствором. Он встанет и все вот это скрипит в единый короб. Точно так я и поступлю. Я не стал затеваться с бетонной мешалкой. Сейчас все сделаю вручную при помощи миксера. Но прежде чем это делать, я вот заготовил вот такие вот арматуры. Каждую из этих арматурин я оставлю с одной из сторон для того, чтобы у нас схватилось, так схватилось. Так, а теперь поехали. Как нас там учат по науке? Три одного. Так, щебенку нам лучше отсюда убрать. Три, четыре, пять. А хотя, чего я же уже померял. Тут 12 этих мастерков песка. Это значит, что если один к трем, то четыре цемента надо. Раз. Ну и сразу водичка плесканем. Хотел сделать жидким раствор, блин, но не настолько, ребята. Пойду еще за песочком. Вот с этой стороны я уже потом надумаю, что надо дополнительно залить, потому что совсем вплотную я эту печку не хочу ставить к стене. Не дай бог, чтобы не было возгорания никакого. Начинаем исправление ошибок, ребята. Ай! Главное, новых не накосячить. Да, похоже, косяк, ну, плелось мимо. Да, таких замесов надо будет сделать, ну, штуки четыре, не меньше. Исправляю свою строительную ошибку, так увлекся, что забыл себе даже проход оставить на ту сторону. Сейчас надо будет как-то туда аккуратно пробраться, потому что конструкция очень шаткая. Я ее сделал, максимально отодвинул от старого фундамента, чтобы все пролилось туда вниз. Теперь я точно пролил все незалитые фрагменты, потому что старался делать максимально жидким раствор. Теперь надо придумать, как уровень померить на таком жидком растворе. Пока не знаю. Ну, что-нибудь сейчас смастерим, что-нибудь сейчас придумаем. Ну, то, что надо, ребята. Так что можно приступать к следующему этапу. Начну-ка я с разбора вот этой стеночки. Только что заметил, когда поднимал баню на домкрат, видите? И вот здесь вот тоже, между парной и топочной, смотрите, какая щель образовалась. Выходит, у меня банька-то была вся перекушенная, а сейчас я ее только ровно поставил. Вот, друзья, где будет у меня примерный уровень пола нового, так как я сейчас стою. Как вы видите, на головой ничего не остается, никакого пространства. Поэтому, естественно, буду поднимать примерно на 40-50 сантиметров вверх свою баню. Для тех, кто первый раз на моем канале, скажу, зачем я это делаю. Я задумал вот эту печку переставить вот туда на метр. Не знаю, почему я этого не предусмотрел сразу, когда строил 30 лет назад. Ну, видимо, не хватило знаний или какого-то опыта. Сейчас же мне это решение кажется настолько очевидным, поэтому обязательно им воспользуюсь. Сейчас вот приходится разбирать заботливо выложенное сопряжение между деревянной частью и металлической. Я это сделал шамотным кирпичом и вот здесь вот выложил вот таким вот асбестовым полотном. Не знаю, сколько оно стоит сейчас, тогда оно стоило, мне кажется, сущие копейки какие-то. Поэтому я его заботливо вымочу и использую вторично. Вот эта глина, которую я сейчас с трудом, можно сказать, отковыриваю, потому что все кирпичи поставлены на глиняную смесь. Она была куплена не в каком-то магазине, тогда и магазинов таких не было. А вот здесь вот, когда я копал вот эту яму под бассейн, под будущий бассейн, на дне глины, которая выкапывалась, в общем-то, ей я и пользовался. Сейчас мне надо обязательно все кирпичики отделить один от другого. Потому что все до единого, они мне понадобятся. А это, ребята, не просто кирпичи, а шамотные кирпичи. Можно, конечно, из них сделать тандыр, но для начала я все-таки использую их в бане. А тандыр это будет история какого-нибудь следующего года. Хоть и говорят, ломать не строить, душа не болит, а у меня вот болит. О-о-о, видимо, потому что я сам это построил много лет назад. Заботливее всего, ребята, надо вот с этими полочками обходиться. Потому что, хочу вам сказать, это настоящий раритет. Такую липовую доску сейчас нигде не достанешь. Все до единой дощечки я демонтирую. Ровненько сложу на стеллаже, чтобы они были сухие. И потом повторно использую здесь же, в этом месте. Ребята, доска тридцатка, представляете? Такой ширины липа. На самом деле, если уходить в историю, вообще откуда это все взялось? Почему такие липовые доски вот такой странной формы? Когда мы решили строить баню, я уж не знаю, где отец умудрился достать липовые бревна. И когда я их привез в грузовик и вывалил, я просто сошел с ума. То есть там были вот такого диаметра, были вот такого диаметра. Они были вообще все разные. Поэтому, прежде чем начинать строительство бани, мы начали экстренно искать пилораму. Загрузили все обратно и отвезли эти бревна на пилораму. Их распустили на брус 150 на 150, из которого, собственно, и сделана баня. И вот эти вот все боковинки, которые остались невостребованные, распустили вот на такие вот доски. Которыми я воспользовался, вот, обшивая стены, делая полки. И с большим удовольствием воспользуюсь ими вторично. Потому что, ну, таких досок я точно не куплю в магазине. Странно, мыши что ли натаскали. Для тех, кто интересуется, покажу, как была сделана баня. Все очень просто. Никакой тебе фольги, никаких утеплителей. Ничего тогда не было у нас. Вот обычный деревянный сруб. Как я уже говорил, 150-й брус. Ну, и когда вот его не хватило, здесь заканчивалось сосновыми венцами. И на брус, безо всякой обрешетки, без чего бы то ни было, сразу прибивал липовые доски. Липовые доски, правда, тридцатки. Есть небольшой кусочек, где доски прогнили, причем очень сильно. Неспроста, ребята. В этом месте, ну, была нижняя лавочка. И на этой лавочке, как раз вот в этом месте, все время стоял бак с водой. Мы отсюда брали, поливали, выливали. И вот этот вот столбик, вот, на который был вот здесь, вот, видите, сосновый, он-то в первую очередь изгнил. Ну, а потом уже от него начали гнить вот эти доски. Сейчас же, конечно, я буду делать баню немножко по-другому. Когда буду ее переделывать, буду не сразу лепить на этот брус доски. Буду делать какое-то утепление, либо, там, я не знаю, фольгирование, пока еще не решил, что. Кстати, если у кого-то есть опыт, дайте, пожалуйста, совет. Чем лучше всего обшивать баню изнутри? Парной именно. Для того, чтобы тепло сохранялось максимально. Хотя могу сказать, что даже вот с таким утеплением я неоднократно растапливал свою парную до 100 и выше градусов. Причем у меня пара здесь был мокрый, но чуть позже я вам про печку, как обещал, расскажу, вы поймете почему. Поэтому порог здесь, конечно, был вообще что надо. Если, друзья, кого-то волнует, почему вот такая волнистая поверхность у этих досок все очень просто. В тот момент у меня был всего один рубанок ручной, и у него в комплекте шло два лезвия. Одно обычное, плоское, которое было уже точно переточено и практически перестало строгать. И оно было такое полукруглое, которое я до сих пор не знаю для чего существует, но оно зато было немножко поострее. И вот я уже от безысходности просто начал строгать вот эти доски полукругом лезвием. Тогда это было от безысходности, а сейчас это смотрится аутентично, я бы сказал, даже как-то необычно. Вот эта стеночка разбирается легко. Я ее делал по технологии, которая называется встал бы. Брус просто вот клал на плоскость. Вот, видите, ребята, никакого себе ни канавки, ничего. Просто укладывал вот эту штуку. Вот единственное, что делал, вот такие вот чопики, для того, чтобы не сдвигалось влево-вправо. Когда буду заново здесь делать перегородку, ну, она будет примерно на 30 сантиметров сюда сдвинута. Не знаю, то ли опять использовать эти брусья, то ли делать каркас. Ну, посмотрим. В принципе, видите, здесь уже все готово. Бери и клепай. Ну что же, как обещал, расскажу вам про эту печку. Чем же она такая уникальная, чем она так хороша, и почему я не буду расставаться с ней, не буду ставить какие-то современные образцы, а опять поставлю ее. Правда, уже на новый фундамент, на другое место. Вот, ребята, вы сами можете убедиться в толщине металла. Это восьмерка. Печку я эту варил, когда в СССР еще было все самое большое и тяжелое. Самые большие микрокалькуляторы в мире, самые большие корабли, пароходы и так далее. Меня не обошло это искушение, потому что я был полноценным детем своего времени. Я предлагаю начать с фронтальной части этой печки. Сейчас, может быть, здесь не все видно, потому что она стоит ниже того уровня нового, на который я ее поставлю. Но я вам сейчас все-таки покажу. Первая часть топочная. Выглядит топка вот таким образом. Вот там вот внизу поддувало, которое сейчас пока тут привалено кирпичиком. Но оно нормально функционирует. Ребята, вот там. Надеюсь, вы хорошо видите отверстие, через которое из топки уходит дым наверх, во вторую камеру. Друзья, вот она, эта вторая камера. Куда ведет труба? Здесь все уже у меня тут закисло. И вон она, видите, на глубине. Вон та самая труба, через которую дым идет дальше. Вот здесь вот, вы видите, лежат изоляторы, которые используются электриками на столбах высокого напряжения. Вот именно их все это время я использовал в качестве камней. Кстати, хочу вам сказать, весьма неплохо отработали изоляторы свою функцию. Я еще подумаю, когда буду заново запускать свою печку, поменять их на новые камни или оставить. Вот эта вот вторая труба, она была сделана позже. Я ее вваривал лет 10 назад. И это было сделано по той причине, ребята, что печка просто перестала тянуть. Вот если вы пройдете дальше за мной, вот смотрите. Вот она, эта труба. Вот она, да? Вот она идет отсюда, отсюда, отсюда. Практически это прямоток идет дыма из топки наверх. Сейчас я вам буду рассказывать дальше, вы поймете, зачем я так сделал. Печка дико просто коптила. И вот если вы посмотрите на мой потолок, как он выглядит на стены. И это не потому, что я топил баню по-черному, а потому что, да, вот так она топилась. А что же такое третий отсек, ребята? Вот он, наверху. И третий отсек, это бак из нержавейки. Сейчас мы вместе с вами в него заглянем. Вот таким образом он вварен сюда, в эту печку. И хочу вам сказать, это, наверное, была самая сложная часть, чтобы приварить нержавейку к черному металлу. Здесь и закралась моя ошибка. За счет того, что расстояние между нержавеющим баком и черным металлом было маленькое, там очень быстро скопилось сажа, и тяга ухудшилась. Поэтому и понадобилась вторая прямоточная труба. Но вода от этого греться хуже не стала. Вот оно, внизу, отверстие. Вот здесь вот у меня навернут был кран, из которого я всегда мог взять нужное количество горячей воды. Сейчас, в эпоху доступных бойлеров и прочих других водонагревателей, актуален будет этот бак или нет, хочу вам сказать, ребята, актуален. Объясню почему. Многие из нас хотят иметь настоящий русский пар. Настоящую баньку, чтобы в ней было комфортно, чтобы с тебя текло сто потов. Вот эта печка, ну, поскольку вы представляете, какая у нее теплоемкость, и она потом отдает это тепло, я не знаю, еще сутки целые. В тот момент, когда топится эта печка, а вот здесь были у меня кирпичные стенки, и вот этот бак, он был в парной. Давайте мы с вами перейдем в парную, от которой уже мало что осталось, но тем не менее. Этот бак был в парной. И, как вы сами видите, вот этот лист, он сделан, ну, просто как крышка, которая накрывает этот бак, для того, чтобы туда не сыпался всякий мусор. Через эту же крышку мы его наполняли, и вот, ребята, вот через эти вот щели, которые, ну, никак нельзя было убрать, постоянно происходило испарение горячей воды. Здесь происходило кипение, ну, практически, там, я не знаю, после первого часа топки. Вода начинала кипеть, и в парную поступало определенное количество пара. За счет этого микроклимат в моей парной был просто идеальный. С одной стороны, температура там 80-90 градусов, а с другой стороны, никогда не было вот этой сухости, которая присуща, сауне, всегда было так влажненько, ну, было комфортно находиться. Своей новой конструкции, несмотря на то, что, скорее всего, я здесь повешу бойлер, а может быть и не буду, еще не знаю, я оставлю этот бак. Ну, единственное изменение, которому подвергнется этот бак, я, скорее всего, по одной стороне его приварю, разрежу и сделаю его, и сделаю его открывающимся. Наверх вставлю в него патрубок уже стационарный, через который можно будет заправлять воду, который будет уже подведен к водопроводам. Ну, короче, приведу в соответствие с текущими благами цивилизации, которые мне доступны. Об одном минусе я уже вам начал говорить, после того, как мы поставили вот эту прямоточку, конечно же, стало лучше. Не знаю, буду ли я делать с этим что-то, вот здесь вот, отрезать вот здесь, и уже здесь надставить новую трубу, или буду наращивать эту трубу, пока не знаю, ребята, не решил. Но в любом случае, я эту печку буду переносить на новый постамент, буду ее разворачивать, то есть, вот эта часть, вот эта часть у меня уйдет вот сюда. А для чего это нужно? Для того, что вот здесь, ребята, в этом месте, здесь полки находятся, и когда отсюда дует пар, а он вылетает оттуда с гудением, когда туда ковшик закидываешь, ну, это даже бывает, я хочу вам сказать, небезопасно. Поэтому я хочу развернуть, развернуть вот эту сторону печку, и он попросту будет дуть в том направлении, мимо ног. Ну, и поскольку печка переместится почти на метр, то здесь будет гораздо больше свободного места, здесь будет гораздо больше простора, и даже более того скажу, вот эта стена, которая у нас не использовалась, ну, по сути, здесь и места-то не было. Здесь я тоже смогу сделать какую-то коротенькую полочку в новом проекте, и парная уже будет вмещать в сидячем положении не трех человек, как раньше, ну, а как минимум четверых, или одного лежачего, двух сидячих, что, в общем-то, достаточно неплохо для семейной бани. Что делать с горячим водоснабжением я до конца еще не решил, ну, абсолютно точно, что этот кран здесь останется, и что я им буду пользоваться, вопрос в другом, ребята. У меня есть мысль сделать водяной контур, поставить в этот контур батарею отопления, если мы будем приезжать зимой сюда и париться, чтобы можно было отапливать комнату отдыха, и тогда вот эта вот постоянная циркуляция в батарее не будет позволять баку так быстро закипеть, он не будет выкипать, ну, и, собственно, лишнее тепло будет отдаваться по прямому назначению для того, чтобы греть то помещение, где мы будем находиться с друзьями. Сделать это помещение перекрывающимся, чтобы на зиму, например, можно было этот контур включать, на лето отключать. Мне кажется, это будет очень хорошее решение. Вот такая у меня чудо-печура, которая позволяет и поддерживать прекрасный микроклимат в бане, и греть воду, ну, и, собственно, очень теплоемкая, очень мощная, хорошая печка. Понравилось, ребята? Обязательно поставьте лайк. Если кому-то нужны какие-то советы по конструкции этой печи, как здесь, что сделано конструктивно, пожалуйста, обращайтесь в комментарии, с удовольствием вам отвечу на все ваши вопросы, но те, кто задумывается над тем, собственно, какую печку сделать, из чего и как, вот советую обратить внимание на мою конструкцию, очень функционально, ребята. Два слова хочу сказать о парной и о поле в парной, как это сделано. Ну, собственно, как и во всей остальной бане, обычные лаги, на которых лежал пол без какого-то нибудь утепления, безо всего. Вот сейчас, когда я баню поднял на домкрате, пол провалился, он стал ниже уровня. Не хочу сказать, что это какая-то идеальная конструкция. Доска, которая использовалась, сороковка, ну, в общем-то, никогда никаких проблем или там поддувание холода я тоже особого не ощущал. Хотя, честно скажу, сейчас я сделаю по-другому. Ну, а в моечном отделении я сделаю такой же проливной пол, как у меня и был. Я всегда был уверен, что у меня под баней живут ёжики, ребята. Я вот сейчас тут разбирал, 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 а мне никак не попадалось никаких следов пребывания ёжиков, никаких гнезд, ничего. И тут, о, смотрите, сейчас разобрал полы под парной, вот на первый взгляд это какая-то фигня, но мне кажется, это как раз-таки и есть ёжиковское гнездо. Иначе, кто это всё здесь собрал в одну кучу. Ну, вот, ребята, я и закончил разбирать. Всё-таки было внутри бани, больше здесь делать нечего, только строить. Ну, у меня ещё осталась вот эта вот пристроечка, которую, видите, я даже всю мебель не вытащил. Она уже морально и физически устарела. Тут такие старенькие деревянные окна стараются. Она очень низкая, я её даже ещё, кстати, не домкратил. Да и смысла нет, домкратить, потому что я её полностью разберу и на её месте построю новую. Вот и наступил заключительный этап, ребята. Разбираю потолок. И смотрите, что я увидел. Видите? Это повреждение температуры. Вот она рядом печка. Представляете, я был всего в одном шаге от пожара. Поэтому сейчас, когда буду всё переделывать, буду внимательно обращать на это внимание, как здесь всё грамотно теплоизолировать. Демонтируется всё довольно легко. кстати, лип, ребята. В новой бане я точно не буду тратить на потолок, опущу на обшивку стен. Ну и по максимуму вообще всю липу использую в парной. Разбирать потолок такой конструкции одно удовольствие. Потихонечку отрываю доску за доской, а всё, что сверху, так и просыпается туда, как я, в общем-то, и планировал. За счёт того, что я баню поднял, не лишним будет поднять уровень пола. Чтобы в бассейн ничего не сыпалось, я его заботливо укрыл. Замечательные липовые дощечки. Там, где на них не было воздействия температуры и воды, прям как новые, ребята. Закопчённые малость, но это мы очистим. Похоже, мои выходные подходят к концу. Начался дождик. Вряд ли я успею многое, но на всякий случай покажу вам, что уже успел. Вот это когда-то была комната отдыха. Я снял всю обшивку. Собственно, теперь это будет кладовка. Но после некоторых видоизменений здесь будут стоять пластиковые окна, будут сделаны нормально стены, ну и соответственно я её подниму в общий уровень со всей остальной бани. Ну и здесь, друзья, всё. Потолка нет, я его полностью разобрал. Осталось теперь только привести всё в порядок. Вот сейчас часть потолка находится за моей спиной, вы видите. Вот на этом верстачке я освобождаю всё от гвоздей, ну и складываю липу вот сюда, сосну вот сюда, продолжаю складывать свой штабель, в котором очень много всяких досок, ну и собственно дальше всё это пойдёт на строительство бани. Так что в следующий раз, когда я приеду, буду делать уже на любую обвязку. Моя задача сделать вот эту часть, вставить утеплитель. Всё так через одно место, друзья, по одной простой причине. когда разбирали дом, этот утеплитель сложили, вот как вы видите, непосредственно прям под баню. Я даже не могу стенку разобрать. Мне так неохота его перекладывать с места на место, потому что, во-первых, это для здоровья не очень полезно, а во-вторых, просто мартышкин труд. Поэтому я решил, что я сначала сделаю каркас с той стороны, а затем уже часть утеплителя ставлю в стены и остатки я всяко переложу. Да, ребята, дождик разыгрывается, похоже, мне пора бежать под крышу. На всякий случай, ребята, с вами не прощаюсь. Предлагаю вам зайти вот туда, где приложена ссылка на плейлист, где я выкладываю все видео про мою баню. Там много интересного. Пока, друзья, увидимся в новых выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok